Это политическая игра. Для игры нужны игроки. То есть мы режиссёры в Кремле, вот сидим четыре, и кто кого победит. Вот мы все четверо управляем страной. И у четверых разные взгляды. Один экстремист говорит, давай Кавказ подожжём, пусть воюет к чёрту, и будем смотреть, что получится. Другой говорит, заработать надо. Нужны деньги. Где взять деньги? Нужна дыра. Где её сделать? На Кавказе, там где будет анархия, где будет конституции, боевики, там мы нефть будем гнать из Тюмени, туда, в чеченскую трубу, и заработаем с чеченцами. И этот говорит, запад, надо как-то с западом договориться. Мы ведь напугаем запад, что вот если будет как в Чечне, так будет во всей России, вы будете осторожны с нами. И всё равно говорят, давай, поджигай. И подожгли. То есть это политика. И малые народы становятся жертвой политики, когда надо спровоцировать конфликт. Мошенничество. Самое лучшее слово. Мошенничество политическое. То есть обманным состав преступления мошенничества в нашем уголовном кодексе, да и в любом, обманным путём завладеть имуществом другого гражданина. Как это сделать? Он не отдаст. Я не хочу его убивать. Силой. Именно мошенничеством. Я говорю, парень, хочешь квартиру получить? Хочешь. Давай, неси деньги. Вот уже ордер готов. Вот дом. Твоя квартира. Вот ключи. Вот ключи. Смотри. Ключи у меня уже есть. Давай. А парень такой, у, квартиру получу. На, деньги, давай ключи. Приходит, там уже живёт этот другой. А я взял деньги его. Вот это и называется мошенничество. За это меня в тюрьму пасают. А когда это делается между государствами, это называется международные отношения.